приветствую дорогой николай я хочу еще раз тебя представить всем чтобы все знали пожалуйста ты сам скажи кто ты потому что у тебя там много всяких титулов и прочее ты скажи просто хотя момент во-первых мы с вами друзья товарищи по профессии я как бы биолог преподаватель биологии химии по университетскую дипломы саратовский госуниверситет физиолог по образованию кафедра физиологии человека и животных но как бы тема была у меня эмоциональное средство студентов во время экзаменов устная письменная форма кардиограммы частота сердечной деятельности как риса но далее как на кафедре были эндокринологические исследования гормональные изменения тому у крыс во время беременности эту тему тоже исследовали ну вот как бы это 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 поэтому мы с вами как бы и встретились что сфера интересов у нас начальное это а теперь мы переходим на такую стадию общения когда ты утверждаешь что нам нужно делать из нашей школы человек будущего хомофутурусу научную школу это раз во вторых ты утверждаешь что вот эта свежая идея о том что наука человечности сейчас она наиболее востребована во всем человечестве потому что сейчас там научно-технический прогресс идет создаются всякие изобретения которые берутся используются для расчеловечивания людей для того чтобы ну на самом деле кризис и войны происходят и вот не хватает свежей идеи чтобы объединила всех людей именно в этой катастрофической ситуации точки вот этой вот бифуркации свежая идея вот по-моему что человек должен быть человеком она как бы лежит в основании вроде бы всем понятно на самом деле никто до конца не знает что такое человека на то что надо быть человеком понимает каждый и ну это вот человечность как раз таки расхватали по частям какие-то секции какие-то клубы какие-то институты какие-то религии человечность по частям расхватали сам человек теперь не знает где он находится ну можно тут высказаться я хотел бы тут в первую очередь как биолог человек это социальное существо он не может быть вне себе подобных он воспитывается образовывается занимает какую-то ступень иерархии в общественных социальных институтах что в семье что в своем роду племени что в рабочем трудовом коллективе что в социальном там гражданском положении если это как бы там какая-то фигура имеет отношение к политике или какому-то крупному бизнесу корпорации он уже имеет значение там в экономическом плане но в разных ипостащих у нас люди выступают и все они взаимосвязаны друг другом и вне связи значит вот у нас по сути говоря я бы рассматривать категорию свобода и богатство и то самый как говорится у нас ну богатый профи у нас все вот свобода равенство и браться против так вот самый свободный человек это ну их я употреблю это слово нехорошие вот бомж человек без определенного места жительства у которого нет ни семьи я не ответственности и про государством про него забыла прочее но он якобы свободный это это как раз таки ну конечно ты понимаешь и который обременен договоров общественных он имеет общественные отношения зависимость по своей семье заботиться на работе если он как говорится любая корпорация чем больше договоров контрактов соглашений ну все вынуждены крутиться как без колесей чтобы это выполнить там и и получается это не свобода то есть не свобода дает богатство коль ты представляешь я однажды написал книжки еще защите от стресса девяносто шестом году там есть глава такая а сосяне который был столпом ну какой-то там вообще философии так далее который говорил что человек должен быть независим свободный там и так далее я там написал хорошо так было говорить сосян а были бы у него дети были бы обязательства какие-то обязанности ну хорошо уйти в монастырь там и говорить о свободе там и так далее вот века надо говорил как по моему так он говорил что что такое йога угать хорошо йогам там сидеть на снежных вершинах пещерах а для меня гайки йога если горди хоть есть одна голодная собака это накормить и то но это есть вот люди которые понимают масштабно что такое человек я тоже так думаю что нормальный человек это человек который переживает не только о себе но и обо всем человечестве и вот это вот переживание о ближнем переживания о семье о роде о стране переживания о мире это зависит уже от масштаба мышления нет ну как может быть человек вот конкретно думаю только о себе и о своей семье и все ну вот он провести на к этому как он наш вами хосе мариме объединяет мы с вами советские люди рожденные советском союзе получившие воспитание образование ну и как бы все наши как бы и и идеалы кодекс если хотите чести поведение все воспитаны там из советской школы из из университетов которые мы с вами закончили то есть и многое ты сегодня утеряно и вот эта тема сегодня нам с помощью искусственных вот этих условий которые создаются за счет вот этой искусственной пандемии значит когда везде социальная дистанция намордники значит это не такой канал давай мы об этом сейчас не будем говорить ну ладно но мы все понимаем о чем идет речь мы все понимаем о чем идет речь и я просто скажу так что знаменитая картина георгия донелия 1986 года но планета там кинзадзо на мордик прочее это он предвидел все это дело ну в данном случае я просто как бы скажу как физиолог что вот эти марлевые повязки не защищают ни от каких бактерий прочее но я тут говорю как физиолог мы не будем это обсуждать потому что но не будем это обсуждать это делается для того чтобы ссорить людей и не наши у нас другого как соединять людей как соединять мирная организация здравоохранения сегодня олимпийский комитет значит против россии включили санкции и мы это обойти не можем включили санкции со всех сторон там на олимпийских играх но это понятно но мы тоже молодцы вот вместо того чтобы исправлять ошибки мы продолжаем все время настаивать что мы только молодцы мы мы себе можем это тут нет вы понимаете что сегодня с нами перестали считаться и они считают прав тот у кого больше прав с позиции силы то есть сегодня я это такой патриот я в книжке написал заслужить бы в отчество отечество свое так вот я это прекрасно понимаю я хочу не я почувствовала доминантом гегемоном как говорится номер один и что они имеют права не считаться там с другими странами с другими народами прочее навязывать им свою волю я тебе хочу задать вопрос глава президентские перевороты за чего я тебе хочу задать главная коля у человека есть природа человеческая и вот чтобы не случалось чтобы не случалось конце концов человек же должен вырулить на правильную дорожку или он не успевает вырулить и погибнет потому что все уже захламлено экология спорчена питание нарушена в условиях вот этих санкций надо вот этот минус обратить в плюс развивать собственную экономику восстанавливать то что у нас последние 30 лет во многом благодаря американскими другим советникам значит ликвидированы целую отрасль и промышленности которые необходимы для самовыживания мы образование у нас реально стали живого сырьевой и экономикой поставляем нужные ресурсы для глобального рынка собственные наукоемкие как бы позиции ну допустим в рынке в рынке вооружений мы 40 процентов рынка занимали советский союз суши коля давай мы не будем по политике говорит вот почему-то мы не можем говорить о конструктиве вот я сейчас тоже могу начать критиковать 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 все критиковать и надо начать извините в данном случае все таки вот у меня мама и отец участники великой отечественной войны работали подростки я тоже папа шинели для фронта шили мастерскую работу после четыре класса образования на их шестеро детей было но девчонок в семье и чтобы получить вот эти хлебные карточки она была вынуждена пойти на работу отец это достойно всяческого уважения всяческого почтения это безусловно только поклониться этому можно тут вопросов нет мой папа тоже был доброволец я сказал капитаном вернулся там на рейхстаге и дальше еще пошел и так далее это все понятно не ну понятно но мы все время рефлексируем и критикуем то что было и то что неправильно и то что они вот такие вот и так далее но что глобальный передел ресурсов идет сейчас слушая это понимаю но ты представь себе у нас у нас школа человек будущего хомо футурус мы окно будущее и вот сейчас собираются люди и слушают о чем мы говорим вот сорокин и алиев это кстати говоря не случайно фамилии такие данным в данном соотношении ну ладно и вот они говорят о чем опять о том же самом о чем говорят все а мы же должны какой-то конструктив сказать мы же школа человек будущего мы же давайте вот конструктив допустим наш один один я уже сказал что науку человечности создать второе значит что к этому нужен метод который негатив превращает в позитив например раньше все боролись против стресса лекарства против стресса спорт против стресса реабилитации против стресса мы впервые говорим о том что сама энергию стресса можно позитивно использовать этого это уже свежие идеи которых мире нету человечность мы теперь начинаем определять с точки зрения научных критериев что такое любовь что такое сопереживание что такое созидание научными критериями которые чтобы не толковать каждый как хочет поэтому мы сотрудничаем активным участником вашей научной школы всячески вас поддерживают потому что и я я вижу потенциал вот развития и созидательного назовем направления всех ваших наработок потому что у вас идет не просто управление стрессом даже кибернетика стресса а управление саморегуляция всех психо эмоциональным состоянием человека вы учите этому стресс это природное явление она не обхать природа придумала она необходима значит в минуты любой опасности в минуты переживания каких-то критических как бы состояний это защитная организм реакция организма чтобы у человека сформировался нужный потенциал для выхода из этой тяжелой ситуации значит вы же объясняете как это можно зарегулировать использовать в пользу выйти на нормальные параметры потому что человек совершает иногда такие действия такие поступки ну например он может высоченный забор перепрыгнуть убегая от злой собаки без всякой тренировки но стресс его заставил такой трамплин сделать а мы занимаемся тем как научиться управлять этой энергией стресса и перепрыгивать барьеры любые психологические стереотипы всякие перепрыгивать выходить на состояние свободного сознания без шаблонов мышления без злой собаки то есть по существу управлять энергией стресса по своему усмотрению по своему желанию но это уже новый шаг эволюционного развития человека чтобы человек и открывал свои таланты и способности и свое место под солнцем и мог зарабатывать будучи не бомжом вот как вот ты говорил свободный человек который не имеет обязательств а имея обязательства моральные и гражданские обязательства поскольку он член своей страны в которой он живет он должен защищать страну и так далее патриот сейчас наверное такой период когда необходимые социальные преобразования необходимые вот как бы такие условия чтобы наконец восторжествовала справедливость правильное отношение к людям значит и наша страна богата всеми видами ресурсов а слава богу мы как бы на наша армия флот авиация как говорится до сих пор сильны мы сумеем как бы и себя защитить и свои интересы защитить значит поэтому да нам как говорится пытаются навязать там свою волю там свои условия но себя в обиду не давать и сегодня ведь идет в первую очередь информационная война и несправедливые как бы отношение к нашей стране именно показ ее негативных якобы сторон негативных в кавычках то есть выпячивание всяких как бы фактов перед перевертывание информации это детьми я сказал дезинформация которая из используют ну назовем европейские и штатовские политики но ты не красит то есть нам объявлена война и еще раз политику трогать не будем ну потому что этим все занимаются нам нужно предлагать позитив объединять вокруг этого людей мы с вами извините оба пенсионеры и да вроде как бы должны заниматься мирными делами но это все равно автор не думается нет но давай мы возьмем так что все нормальные люди думают о своей стране с любовью конечно о чем тут может быть речь я это не обсуждаю не потому что я не люблю свою страну я люблю свою страну я просто хочу по делу говорить чтобы ее защитить и развивать нужно говорить по делу конструктивно давайте говорить о вашей методике методологии ключ и вот в этих новых условиях когда как нам сейчас у нас сейчас 140 143 тысячи подписчиков а нам надо сделать быстро быстро сделать миллиона полтора вот как нам это сделать я что считаю в данном случае мы никуда не уйдем от этих вспышек терроризма военных боевых действий которые уже по границам разбираются в том числе с человеческими жертвами и вот эта тема медицины катастроф медицины вот чрезвычайных ситуаций а ваша методика направлена на работу не только с отдельным там человеком прочее а как ну большие масса людей значит принести привести в нужное русло оказать им первую помощь значит поэтому и она необходима ну назовем так и военными инструкторам и той медицине тем военным как говорится психологом которые у нас находятся в зоне боевых действий и в том числе то гражданское население которое подтвергается ну ужасным как бы условиям проведения боевых действий с применением как бы самого современного оружия и где угроза их жизни их детей их существования это тактические задачи очень важные важные тактические задачи естественно мы помогаем всем всем людям которые страдают и которые с ними рядом находятся им помогают а мы всем помогаем вопрос другом стратегически как мы можем школа чьих будущего homo футурус объединяя людей опираясь на то что инстинктивно у человека ведь он не зря родился в природе не зря человек чело направлено в век который должен видеть дальше своего носа потому что если он не будет со скоростью инстинктов создавать новое опять какая-нибудь катастрофа экологическая или какой-то астероид упадет и что мы все опять останемся как после потопа или опять погибнем все как вымерли мамонты или как это вот я вот я вот что считаю вы уважаемый хосей магомедович поскольку мы с вами не первый год общаемся значит по образованию еще психофизиолог то есть вот у вас была отдельная страничка в журналах там по моему электроника или что психофизиология электронная промышленность это промышленная психофизиология вот эта тема научная организация труда и производства значит умение работать именно с трудовыми коллективами темы гигиены труда охраны труда правильный режим назовем это релаксации восстановления как бы режим труда и отдыха то есть что необходимо при любой работе и прочее в том числе самых ответственных должностей там допустим диспетчера энергетических систем диспетчера там ну атомной промышленности у вас вы имеете иметь и опыт такой работы прочее авиационные допустим центр управления как бы полетами прочее то есть самых ответственных от отраслей где требуется внимание где требуются особые как бы человеческие качества человеческий фактор играет роль и я считаю ваша метода она действительно универсальны что для профессиональных как бы самосовершенствования именно для наших корпоративных структур отраслей народного хозяйства значит что в семейных отношениях как правильно отрегулировать отношения что в плане ну назовем так нашего родословия поскольку вы родились дагестане понимаете что такое межэтнические отношения там по моему 90 100 100 как бы этносов проживает республики дагестан вашей родине и все на находит какой-то консенсус систему взаимодействия слава богу друг другом и поэтому человек будущего у нас тут много странно создают науку человек и тогда какая козница на межнациональных отношений у вас как бы в эфире с вами встречаются и ближние и дальние зарубежья и все к вам как бы добром относится но в основном это русскоязычная аудитория я да потому что они по-китайски разговаривают я много раз участвовал в ваших вебинарах и как бы примерно представляю вашу аудиторию ну в данном случае когда вы говорите об увеличении как бы числа ваших подписчиков прочее да мы с вами не профессионалы это есть специальный метод мы не делаем это с помощью рекламы у нас по тематике само развиваются да 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 ну я я я я что считаю я вашу методологию ключ считаю что это шаг вот физиологии на уровне открытий и подходов теории функциональных систем петра кузьмича анохина то есть это новый шаг в медицине психологии физиологии психофизиологии то есть поскольку вы человек комплексный прошли большой сложный путь работали и как бы в таких отраслях народного хозяйства как наша ну космическая медицина если хотите космической психологии подготовка космонавтов работали в электронной промышленности работали со сложными ситуациями возглавляли центр психологической защиты в городе москве работали с населением каждый день принимаете как бы большое количество людей психологическими травмами находящимися в трестовых ситуациях то есть вы человек универсал но если хотите вот в хорошем после того учитель который может помочь и советом и реальными подсказками как выйти из сложно критической ситуации как ну и спасибо тебе огромное ты знаешь что получилось из нашего разговора получилось то что все время мы говорим о том какой я молодец а давай скажем как какие мы молодцы давай мы скажем в каком соединении у нас происходит сейчас на назревает прорыв для того чтобы людям больше помочь вот что я хочу сказать какие мы молодцы в этом случае вы объединяете людей ну вот назовем так это друзья хотели ли вы которые вас реально поддерживают вас любят и вот это объединение людей является как бы ключевым вот студия которую вы но это по-английски звучит home студия домашняя студия но вы не имеете сегодня других возможности как только встречаться с людьми в эфире но все в определенных обстоятельств я тоже пенсионер нахожусь как бы в домашних условиях значит тоже с вами общаюсь также но вот это home как говорится домашнее наше видео общение это ваш колоссальный вклад вы могли бы ну извините спокойно жить на свою пенсию вас есть дети которые было вас заботились писать какие-то книжки нет вы активно работаете как бы и работаете как бы и работаете с людьми и спорта что ты про меня говоришь про нас сказать с тобой хорошо что ты делаешь и и и и вы меня не поняли вашей как бы научной школы это я считаю тому коллективу который уже сложился он пускай как бы не самый большой но я считаю качественный значит можно много сделать значит потому что действительно то методология которые имеется она постоянно идет в развитии и она должна применяться и применяться когда ты видел вот то что у нас там елена гусанова рассказывала что дети которые занимаются приемами раскрепощения по ключу например изобретает или в этот ролик я много таких роликов видал но вот именно там фамилию изобретают реально реально изобретают могучие у нас геном творца в человеке у детей потрясающие возможности но вот это как раз таки это что она учит она сама логопед учит снимать не на мощные зажимы эти дети там ребенок например школьник который напрягался сковывался тряса на экзаменах и прочее вдруг начинает изобретать чувствовать себя свободным не как тот независимый больше бомж а именно как школьника обремененные обязательствами экзаменами требованиями и дома и в семье и в школе и на улице как говорится чувствует себя свободно и изобретает и все у него моральные качества вот это как раз таки то показательно и знаменательно что она участник школы человек будущего хомофутурус и как раз применяет это для детей и вот дети становятся такими какими должен быть человек будущего вот это я хочу сказать что вокруг этого надо всем соединяться вокруг этого надо и образование строить и медицину строить чтоб человек был человеком а человек потенциале своем творец и в этом отношении и здравоохранение выстраивать потому что у нас все центре как таковые реабилитационные восстановительные это логика неправильная немножко она недостаточно этой логики надо чтобы она восстанавливала человека до уровня раскрытия творческих качеств они просто подлечили и отправили но я это делал много лет давал такую программу для центров реабилитации что полная реабилитация это когда ты просто восстанавливаешь какие-то функции открываешь у человека ли на выходе уже в жизни открываешь помогающему открыть его творческие качества способностей чтобы он жизни был уверен и чтобы нахуй нашел свое место я вот понимаю поддерживаю вас вот то что вы говорите но у меня вот мысли и направление все почему вашу методологию вы готовы как бы ну в первую очередь не изучают и не развивает в университетах ведущих медицинских значит ну я считаю надо в первую очередь обратиться ваш дагестанский медицинский университет это ваш альма-матер к руководству значит и вот есть такие штуки что есть специализация студентов и уровень эти курсовых работ рефератов мне а мне в свое время директор шелохова института большую большую он мне сказал а продукт у тебя какой я говорю как какой вот метод ключ да ягоди про то спрашиваю а что на выходе я говорю на выходе человек лучше управлять своим состоянием ягод не про это спрашивая игра про что вы спрашиваете корочку ты даешь какую-то ты горит вот имеется ввиду вот почему так происходит потому что речь идет о том что этот институт зарабатывает тем что он дает корочку а я даю способности человека управлять своим состоянием а можно вам задать вот об этом же речь идет в советское время является доминантом является материальным труда возглавлял его гастев алексей капитонович этот институт труда помогал создавать до 1926 года богданов сан саныч значит но это институт перегревания крови прочее ведущий как бы это и они создали лучшую мире научную организацию труда и вот тему инструкторов по отраслям промышленности поскольку у нас страна была крестьянская чуть ли не девяносто девяносто пять процентов страны жила в сельских условиях гаражам было мало и вот это ушло переселение крестьянство города значит и получение рабочих профессий новые отрасли народного хозяйства которые создавались они создали институт и инструкторов вот подготовили 20 тысяч инструкторов и подготовили полмиллиона но достаточно высококвалифицированных рабочих с помощью этих инструкторов и это понятие инструктор и военном деле начало использоваться прочее и вот я вам задаю вопрос нельзя ли все-таки как бы вот именно подготовку инструкторов по методологии ключ кота и алиева ну организовать такой вопрос задаю как вы считаете я считаю что у нас это было несколько раз в течение моей профессиональной деятельности мы обучали выдавали свидетельства и выдавали это и 20 лет назад и 30 лет назад в разной формы эти свидетельства и 72 часа и так далее было все такое было все такое но с каждым годом ведь что происходит требования к выдаче этих документов меняется и больше этой бюрократии и я например как автор метода должен был заниматься больше не тем чтобы показывать людям примеры как надо работать а больше там заниматься тем как обеспечивать этот центр там подписывать эти договора что-то мне тараканов что там свет столько-то люминов столько-то у нас столов и компьютеров но вот этими вот вещами регулировать весь коллектив там всех сотрудников которые кто этим занимается кто этим но короче говоря совершенно голова не этим заняты понимаешь сейчас такого такая обстановка когда я документ не могу выдавать только потому что документ сопричислено у меня был к помещению 25 лет который на таганке был центр защиты от стресса они ко мне потому что лицензию же дают не человеку а дает организации организации дает по месту его нахождения то есть если вопрос такой можно насчет и ну ситуация вот действительно образовательные учреждения у нас что уровень школы что колледжи техникума что института университета сегодня никто не отменял вот эту тему как бы гражданской обороны чрезвычайных ситуаций там медицинных катастроф при чрезвычайных ситуациях и есть ответственные люди значит на уровне там директорского и ректорского как бы как кто отвечает за поведение и принятие антикризисных мер при чрезвычайных ситуациях там пожары химические атаки военных там эвакуации там что-то случилось значит и эти люди чаще всего у нас везде есть штатные психологи везде есть военные руки везде есть ну как бы там руководители физической культуры это первую очередь применяется вся структура такого сейчас такова у меня были в соучредителя в центре на таганке 25 лет я пригласил соучредительство минздрав россии мчс россии минобразование россии комитета общественных межрегиональных связей правительства москвы это вместе со мной соучредители моего центра я где еще и работу генеральным директором да да это все было ну просто дело в том что сам сама структура так делается что всякая инициатива она невозможна и ты вынужден для того чтобы эти просто функционировал постоянно заниматься самозащитой какой-то укусами мяч вам уже исполнилось 70 лет как говорится за 70 и поэтому понятно что вы сейчас уже на полную нагрузку не в состоянии там работать в качестве этого а в качестве гуру наставника научного руководителя это ваша авторская метода вот как это организовать вот меня что интересует я могу я сто раз это организовать все дело в другом самом результате меня сейчас волнует не то чтобы сейчас выпускать выпускников и справку им давать или диплом какой-то давать меня интересует как остановить кризисы и войны на планете ну а что ты удивляешься для чего человек будущего школы чего он у нас чтобы инструкторами кризисы и войны они идут постоянно и они идут постоянно потому что надо же понять это не все время происходят если в глубине своей по природе человек хороший если он не искалечен если он родился правильно нормально если ему не дали по голове в свое время он хороший нормальный дети же хорошие они же хорошие дети хорошие мы же все родились нормальные мы же хорошие люди почему в принципе получается так что все равно происходят войны почему когда говорите дети хорошие прочее значит ну на самом деле при правильном воспитании значит там автомат ребенку так можно 10 лет давать и он и обучится и стрелять будет и вот почему надо же задаваться главными вопросами почему целая армия психологов у нас стране на родилась за 30 40 лет целая армия психологов А неврозов меньше не стало. До этого была целая армия священников до Октябрьской революции. Целая армия священников. От этого люди лучше не стали. Сейчас тоже целая армия священников, психологов. От этого у нас разводы не уменьшились и смертность детская только увеличивается. Почему это происходит? Подожди, подожди, ты ответ на вопрос. Почему такой вопрос не решается? Почему, несмотря на продвижение науки, на то, что много психологов в мире, технологии много в мире, религия помогает и так далее, почему не происходит улучшение жизни на планете, а идет только ухудшение? Почему? Ну, что хочу сказать. В данном случае вот эта урбанизация, что человек, который у нас природы, так называемый научно-технический прогресс, это постоянно с уничтожением естественных природных ландшафтов, с уничтожением естественных природных ритмоциклов. Почему он это делает? А в данном случае это своего рода эгоизм человека. Почему он эгоист? Почему он эгоист? А давайте так. Давайте. 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 Я не спешу о коровком человеке. Я вот, допустим, ну, вырос, ну, родился в селе Тихие горы, вырос в рабочем поселке Нефтяников, где кругом все-таки леса, поля, там и коходные, и совхозные были. Значит, ну, правда, рядом химический завод, значит, город Менделеевск, значит, Татарстан, значит, но при этом все эти букашки, таракашки, муравьи, пчелы, шмели, все эти растения, речка рядом, как бы там стариться, речки той мы купались, рыбы там полно. То есть вот когда человек живет в таких естественных условиях, видит, ощущает это все, и городской мальчишке, то есть я, ну, у нас животина была, то есть это, ну, у кого-то коровы, у кого-то там овцы-бараны, у нас была коза, свинью держали, значит, козу в стадо, мать отпускала, я ее встречал. То есть вот, ну, мы на это воспитывались. И получается, а городской мальчишка сегодня ни лошади не увидит, ни прокатится, мы имели эту возможность, как говорится, не знает, откуда молоко берется, то, что оно там от коровы, козы и прочее, как, получается, он видит это через экраны телевизора. То есть курица у него, вот, это только тушки, которые там, это то, что есть, курица, как птица, которая во дворе все это клюет, это, и все у нас вот через эти, ну, сами знаете, то, что называется автоматизация. Оторвали от земли человека, и поэтому он потерял точку понимания, да? Да, я вот это хочу сказать, что человек до 7 лет, он должен максимально, ребенок и родители такие условия, что максимально должен общаться с живой природой. То есть, как вот эти травушки, муравушки растут, как букашки, таракашки наши, муравьи, пчелы и прочее, там это развивается микромир, как наши птички, их название прочее, ну, всех эти, ежики, белочки, лисы, волки, медведи, все это тоже надо знать, понимать, кабаны, лоси, то есть, получается, вот эти лесные прогулки, там, ну, если это степь, степной ландшафт, на речке обитателей, как говорится, этого, этой реки, рыбы, ракообразные, значит. Рыба России, да. Да, да, и получается, и все это вживую чувствовать, руками трогать, а не просто через экраны телевизоров и прочее, это не воспринимается, есть понятие импринтинг, я считаю, что вот этот момент, человек урбанизированный, городской человек, он лечается многих нормальных человеческих качеств. Вот когда ты говоришь, урбанизированный, не так понятно, понимаешь, но когда ты начал рассказывать про этих рыбок, черепашек, оленей, там, и петушков, и корочек, стало понятнее, понимаешь, потому что... Понятно, ну, в данном случае-то я, я-то вырос, как говорится, вот в этих условиях, с 10 лет с братом на охоту ходили там, и утки, и гуси, и куропатки, как говорится, там, и, ну, они иногда там, как говорится, там, и лося, и кабана, это уже бригады, значит. То есть, ну, я, в принципе, как говорится, в роли маленького, назовем так, помощника, вот эту дичь таскал, там, этих подстерильных, там, уток вообще, то есть... Ну, да, понятно, понятно. Так ты предлагаешь всех переселить в деревню или что? Нет, я говорю, что у нас городские условия, они нарушили систему взаимоотношений с живой природой. Нет, теперь как быть, вот я тебя спрашиваю. Мы уже с тобой в мудром возрасте. Ну, я считаю, вот этот процесс дезурбанизации, у нас сегодня, допустим, статистика, по-моему, 77% населения России городское, а 23% сельское. Я считаю, это неправильно. Надо снова, вот, процессы дезурбанизации, хотя бы на первый этап, 50% снова, чтобы сельское население, малоэтажное строительство. То есть, пускай с современными какими-то условиями, там, комфорта и прочее, там, но возвращение, как бы, вот эти мегаполисы... Чтобы природа была опять свежая, ритмы были спокойнее, но при этом были бы все коммуникации, которые здесь в большом возрасте. Да-да, не надо там, само собой, эти возможности у человека, там, ну, сферы интернета, коммуникации, компьютеров, не надо этого лишать, но это должно быть в меру. Потому что есть, как бы, своего рода и зависимости, когда люди лишены живого общения, а вот уже, как наркоманы, в разные, там, игры, общения и прочее, только виртуальный мир называется. Понятно. И переборщик. Я думаю, всех таких возрастей людей, как мы с тобой, Коленька, надо сейчас призвать к тому, чтобы они иногда начали задумываться о том, что, если не они, так кто же? Подумали, встретились, обсудили, как мудрейшие, обсудили, как же жить дальше, потому что сейчас я смотрю, эти старики во что превращаются? Ну, в данном случае связь, преемственность поколения, наверное, это самое важное, и поэтому, что мы получили там по своей профессии, по своей жизни, вот, я готов отдавать всякие там свои знания, умения и прочее там молодежи, вы тоже готовы. Поэтому, самое важное, если после нас не будет там наших последователей, то вроде и зря здесь прожили. Ну да, поэтому мы с тобой сейчас так долго разговариваем, чтобы определились, кто-то смотрит нас, вот мы сейчас выставим это в интернете, и может быть кто-то еще подключится со своими идеями и предложениями. Надоела уже эта критика. Ты представляешь, что ты не включишь интернет, любая программа или что, есть просто обыкновенное бормотание, обыкновенное недовольство тем, что происходит. Это критика, постоянная критика ни одной свежей идеи. Ни одной. Поэтому, вот, я хочу, чтобы вы держали с нашего курса и выдавали именно генерацию научных знаний. Новая индустриализация экономики знаний, если хотите, вот, экономики нематериальной сферы, вот, наши академические, как бы, разработки, вот, конкретно вашей научной школы, научных школ Иванова, Петрова, Сидорова, то есть, я говорю, в целом по стране, значит, чтобы они были востребованы людьми, чтобы, вот, мы, допустим, люди пенсионного возраста, значит, а сегодня есть молодежь, которая, ну, назовем, не может правильно и трудоустроиться, и занять свое место в жизни, они как непрекаяны, вот, это связь преемственность поколений, и вот, есть экономически активная часть населения, а вот, есть ветераны, пенсионеры, и молодежь, которая, может быть, еще учится или незавно закончила там учебное заведение, и не могут трудоустроиться по полученной профессии, а трудоустроиться куда возможно называется. Да, и спешим переделать, да? Да, и вот этот момент, тема наставничества, вот, люди пенсионного возраста в качестве, как бы, мастеров-наставников очень даже годятся. Да, да, эта традиция есть такая. И получается, я считаю, вот, это как раз наша функция, то есть надо объединить людей, ведь среди, вот, ну, допустим, военные пенсионеры, там, могут выйти, там, и 40, и 45 лет, значит, на военную пенсию, значит, это, он, там, был боевой командир, прочее, и обязательно его нужно, ну, каким-то социальным функциям, прочее, это приспособить, использовать его потенциал для развития нашей молодежи, воспитания нашей молодежи. Приглашаем всех пенсионеров, чтобы перестали, значит, бегать по девушкам, по ресторанам, перестали пить водку, обсуждать, что же нам дать нашим подрастающим поколениям. Какую мудростью поделиться, какими шишками мы набили, чтобы они эти шишки, так сказать, себе не набивали. Давай так, хорошо, давай мы прямо сейчас вот этот длиннющий наш разговор выпустим, не будем его сокращать. Да, вот эта связь с преемственностью поколения, это самое важное, и я считаю, нам нужно и советское наследие, и наследие царской России, и мировую учебу. Да, анализировать самое положительное, которое там было, очень много было положительного, брать вот это, синергировать, потому что сейчас некоторые люди, они готовы отрицать одно сразу, отрицать другое. И там, и там где-то были позитивные такие моменты, брать это вот, чтобы творчески и увеличивать. Да, я считаю лично, как бы, если вот, ну, есть понятие научная школа, вот в университетах это ментор, научный руководитель, значит, тьютер, а по-русски гуру, учитель, наставник. А разве гуру это по-русски? А, извините, это слово широко уже употребляется, потому что устас, гуру, это мы читаем литературу, и я так скажу, что, ну, кипчакагузский пласт языков, туранский пласт языков, ирано-персидских, как бы, вот этих всех слов, это наш массив слов. Поэтому, ну, это наши родные слова. Понятно, ну, очень хорошо. Коленька, я тебе очень благодарен. Очень благодарен, ты действительно сегодня символ как раз-таки наших пенсионеров, потому что у тебя вот борода, а я побритый. Я такой молоденький, веселенький, такой юный, ты такой степенный, аксакал, так сказать, вот. Ну, 61 год, как говорится. Ну, чтобы вы видели, что пенсионеры разные бывают. Да, 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 да. Так что мы всех приглашаем к нашему участию, потому что выбора-то у нас нет, друзья. Если мы хотим сохранить природу, если мы хотим сохранить человека на планете Земля, да, без его расчеловечивания, ну, мы действительно должны собираться и думать. Видите, вот как мы сейчас, Коленька, пытались разобраться. И мы разобрались. От Земли отрываться далеко не нужно. Да. Еще важное родословие, эту тему в другой раз давайте обсудим. Потому что какого мы роду племени, кто мы, это очень важно. Ну, спасибо, будем смотреть на небо, твердо стоять на земле, и тогда всякий ветер будет нам попутным. До встречи, Коли. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо.